У каждого выбора есть последствия Другие же ведут к смерти Темная онтология «Дьявол внутри» Радуешь ты Выходит, ты от меня не устала после целого дня замужества? Я никогда от тебя не устану Ловлю на слове, дорогая Кажется, пришли О, да тут чудесно Как в рекламе Офигенно Ну, пойдем? А где все люди? Где хоть кто-то? Ау, люди Everybody here? Мы тут что, одни? Наверняка все еще утром побежали на выставку People Никого нет, вообще ни души Еще раз О, здравствуй, бедолага Не дождался ты новых постояльцев? Да, я не так представлял первоклассное обслуживание Хм, предвкушение пройдем на выставку сегодня вечером Наверное, чем-то заняты Наверное, все чем-то заняты Так дела не делаются Раз не спешат, значит, хотят, чтобы все было идеально Вот моя Мария Во всем видит что-то хорошее Добрый вечер Ой Не приношу извинения За то, что напугал и заставил ждать Надо было кое-что уладить Обещаю, что отныне вас ждет только хорошее Я рад Что вы выбрали наш отель Вот Распишитесь Впервые в Чикаго Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки Вы правы, да Но это не все Сегодняшний день для нас особенный А Молодожены Это же просто замечательно Я полагаю, что миссис Уитман захочет расписаться Да Сегодня начался наш медовый месяц Мои поздравления В таком случае Нужна комната получше Номер для новобрачных Ой Он Намного дороже Не тревожьтесь Доплачивать ничего не нужно Это подарок к отелю Вы у нас первые Молодожены О, как это мило Спасибо, мистер Холмс Генри Говард Холмс У вас прекрасный отель, мистер Холмс О, благодарю Я сам его спроектировал Так вы архитектор? Архитектор Конструктор Строитель Врач Художник У меня много разных интересов Впечатляет Можете осмотреться Мы продаем разные мелочи и сувениры Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет Спасибо, мистер Холмс Вы очень добры Все для наших гостей А почему он сам это носит? Тут же должен быть чел, который носит это все Тут никого нет Это вызывает подозрения Ювелирка Бля, я бы такого на улице встретил, я бы испугался бы Ой-ой-ой Так, что это такое? Фейс-паудер, пудра для лица Молочко для жопы и что-то еще там есть Так, правое надо, да? Там, а крайнее это что? А, я могу только из двух выбрать Я хер его знает, что надо брать Вон есть гусиное масло Молочко Death Milk Или Face Если какая-то херня случится То типа этой пудрой можно в лицо бахнуть И типа тот, кто на тебя нападает, наверное, сможет дезориентироваться на какое-то время Давай возьмем пудру А что делать из молочка для ванны, я хер его знаю Моральные принципы обновляются при каждом Важном сюжетном развиле, короче Ой, простите, мисс Осторожно, знаете, мой муж просто не выносит нахальных мужчин Ха, какой славный парень И как дела в браке? Спасибо, не жалуюсь Наконец-то Элли вышла замуж Наверняка все готово Ты что-нибудь присмотрел симпатичное на прилавке? В твоем вкусе Все тебе скажи Никого, ни души Появился какой-то хер с горы, представившись неким Холмсом Ах, блин, ну судя по списку постояльцев, там кто-то есть, кто-то регистрировался в этом журнале Интересно, что там? Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения, тайная комната Мы что, ищем приключений? Возможно Здесь просто идет ремонт Вот тебе и приключения На колесе мы все равно прокатимся Я знаю и смирился Стой Что это? У-у-у-у, страшно Так Кто-то ходит Ну, этот мистер Холмс сказал, что вещи принесет Нажмите А в такт пульсу, кнопка может измениться на Y во время сохранения спокойствия О, это старая добрая тема Раз, два Раз, два Раз, два Пока нормально, пока все спокойны опа так не дышим не дышим мать твою но он понял на может от них духами пахнет каким-то хер его знает то явно какой-то блять неадекватный чел здоровая такая машина приключение приключением будет спать на улице когда нас отсюда выставят пошли все конечно классно но глаза у персонажей это отдельное что-то искусство какое-то понимаешь они смотрят куда угодно только не на лица друг друга а он понял что они там были по ходу виды же прошу располагайтесь номер для вас неплохо большое спасибо мистер холмс устраивайтесь пока если позволите меня ждет работа мы с вами еще непременно увидимся но номер неплохой это номер достойный короля или королевы хитрец вот тебе жены так себя не ведут а если я кину давай кинем ладно осторожно это может быть очень опасно мне стоит бояться еще как куда нас куда ее глаза все время убегают куда они смотрят то вверх куда-то то вниз о боже так нас учат кьют и ешкам хорошо о боже сдаюсь сдаюсь ладно ты победила ничего не повредила только мою гордость как насчет перемирия по моему ты задумал какую-то хитрость вовсе нет у меня есть подарок закрой глаза и встань к зеркалу это так мило и романтично если влепишь подушкой получишь по физиономии все нормально да так открой глаза красотища спасибо ну победа за мной иди теперь прими ванну я почему-то так и понял что там за ней наблюдают глазочек или зеркало просвечивается вот почему-то подсознательно знал что так и будет ай-яй-яй ну куда тебя несет мать ты только первый день в браке уже ошибки делаешь никаких звуков да то есть никто больше в номерах не живет типа не слышно может толкнуть посильней давай давай долбим долбим я давно геймпадом не игрался сезам откройся спасибо ты побрейся а я быстренько приму в ванну и потом устроим рандеву я знаю это слово что-то неприличное на французском кыш брейся по-моему я забыл взять бритву и набор их наверняка продают внизу не задерживайся там не волнуйся итак заселитесь в отель найдите набор для бритья хоть можно поиграть ну так-то неплохо смотрится видно что немножко лучше но блять глаза и мимика персонажей это конечно еще по моему прямо на при наполеоне было лучше мне кажется делали анимацию но все хорошо но над этим надо поработать реально потому что бездумный взгляд когда смотрит влево вверх вправо то есть как будто мы с куклами общаемся это было в принципе везде по умку румян тилдона то прародитель так что там все в порядке так что тут у нас за страхи тебя блять что это какие-то страшные кораблики вот смотришь все время тут никого нет тут все хорошо private можно открыть думаешь надо что-то я сомневаюсь что мне туда надо спокойно она закрыта там же написано видишь рафляный сьют нам туда не нужно точно погнали может там эти таблеточки эти для насморка или там попшикать носик внизу можно попудрить то точно можно попшикать не знаю странные картины какие-то побоище водные готов поклясться мы шли здесь ты хочешь сказать что это какой-то грёбаный пермудский треугольник то есть мы ходим по кругу с тобой да и бович все нормально опа что-то выпало какого хера ебать я чуть не сдох ай-яй-яй какая хорошая реакция зашибись мари отель всемирная выставка чикаго 16 16 1893 год так когда на экране персонажи могут брать предмет из янтаря нажмите чтобы взять давай у меня только пудра детка пены для ванны у меня не было попудрим попку надо ли это делать перед тем как идти в душ обычно после наверно делается опа так только давай для ютуба нам пожалуйста без сисек писек села воде а я над было пену брать тогда бы не было бы обнаженки видно да это классическая сцена либо ее затянет куда-нибудь в сток либо кто-то появится и прибьет ее нахер я постараюсь избежать этого хоть и болею ты напудрилась у тебя не должно ничего скользить кто-то ходит джефф ты решил поиграть в другую игру осмотреть расслабиться надо смотреть какой расслабиться осторожно что вы себе позволяете мистер холл холл ну что вы здесь делаете я боюсь он вас не услышит но я не закончил а сопротивляться женщина сопротивляйся же будет только больнее свою мать что что вы что вы сделали успокойтесь сэр ваша жена немного поранилась все в порядке сэр если бы я взял типа геля для душа то наверное он бы не смог ее за руку взять да типа соскочила оба рука ну предположительно могу так думать во зашибись микрофон или что это сток какой-то а это газ блять это пиздец чувак мы в жопе выставай мать жестко бля жесть начало конечно я не думаю что этих персов типа спасти как то можно это видимо предыстория события мари ты упускаешь последний шанс признаться ему в любви мари какой мотив какой мотив убийства этих был сейчас то есть если он маньяк этот холмс то он убивал за какая мотивация просто так даже испытания не было как такового чуваку даже не дали возможность хоть что-то сделать чтобы спасти свою жизнь а баба даже не сопротивлялась то есть могла шандарахнуть и все курс изменен хотя мы ничего для этого не делали то есть игра сама решила игра как мать в детстве за тебя все решает чудесно он снял с них кольца порядок во всем и поставил на продажу все в порядке порядок во всем прекрасно какая красота для тебя все лучшее мама умрет на месте такая послушайте мистер вы здесь работаете здравствуйте приветствую гостей нашего отеля добро пожаловать в ад о замечательно ну в общем обещает быть интересным поэтому не забывайте подписываться ставить пальцы вверх так эта музыка может быть авторская можно я скипну мне скипнуть нельзя поэтому сделаем чуть-чуть потише в общем как то вот так вот ну что ж Джесси Бакли в остросюжетном боевике дьявол внутри нас пол это вы долго пришлось ждать всегда приятно снова видеть знакомое лицо но вижу вы вполне готовы к новому рассказу я рад вашей компании слишком долго я был один я смутно помню время когда я не был хранителем этих историй и какой прок от историй если некому их пережить это это история о творческих личностях и о том на что они способны пойти ради искусства оно способно вызвать разные чувства восторг вдохновение страсть да а еще сомнения страх ужас вас ваши чувства и ваши поступки повлияют на историю время от времени вам будут попадаться схемы они показывают возможные итоги ваших решений порой самые незначительные действия приводят к весьма мрачному исходу вам выбирать последствия вам отвечать я не вмешиваюсь это нарушает правила я могу лишь наблюдать и фиксировать все ключевые события о полюбуйтесь-ка такая древность она называется обол их клали в рот недавно усопшим в качестве платы собирайте их порой они лежат в странных местах я с радостью выменяю ваши находки поверьте вы не пожалеете что ж приступим игра началась я буду наблюдать погнали меня зовут кейт уайлдер я магистр криминальной психологии я веду журналистские расследования и борюсь за правду возможно вы видели мое интервью в утреннем чикаго а а а ну и даже когда ты просто говоришь как есть люди считают тебя стервой но это не так да я не идеально как и все но я я стараюсь и так я марк я изучал фотографию в университете ах мне очень понравилось и теперь я хочу заняться ей всерьез ну да это типа профессия я много лет занимаюсь светом вижу проблему освещаю болтать особо не с кем и главное что тут скажешь надоело быть одной простите надо начать с профессии или с личной информации просто ну у кого потом будет доступ не люблю говорить о себе так я чарли лонет родился в англии но тут уже лет двадцать прошлый проект шел по плану мы хотели задумка была по моему просто отличная но в итоге вышла не так как я надеялся получилось говно если честно мы услышали достаточно разве я ведь едва начал ваша честь вы не понимаете с рождения во мне живет дьявол я мог противиться желание убить не более чем поэт может сопротивляться вдохновению выройте яму поглубже и лучше доверху залейте мой гроб бетоном закопайте надежней чем кого-либо другого а потом добавьте еще бетона сверху потому что смерть не помешает мне и дальше убивать седьмое мая тысяча восемьсот девяносто шестой герман маджет он же генри г холмс был повешен во время казни шея сломалась не сразу согласно записям он медленно задыхался более пятнадцати минут пока наконец не испустил дух первый серийный убийца америки признал 27 смертей но по мере того как следователи изучали улики обнаружены ими в разных городах число возможных жертв росло почти 200 человек первый серийный убийца америки и пожалуй самый жуткий его гроб залили бетоном как он и хотел надеялся ли он скрыться от божьего суда или правда хотел помешать дьяволу выбраться наружу и снова убивать ну как вам нормально я за вас скажу если честно чарли это какое-то говно она хотела сказать что это какое-то говнище или бред лонид энтертеймент это чарльз лонид слушаю можно чарли меня зовут грантом дюмет чем могу помочь мистер дюмет вообще-то это я могу помочь вам послушайте я признателен мистер дюмет это звучит прекрасно но я не не хочу грубить но в чем подвох его нет деньги для меня не главное мне много не нужно но своим временем я дорожу все должно решиться сегодня я пришлю машину после обеда в 4 ждите после обеда на съемки нужно дня два дергать команды на выходных гиблое дело они ребята с характером а без них у нас с вами ничего не получится мы я вам все объяснил не тратьте мое время так присылать машину или нет да конечно мы за я приведу их обещаю все будет вы от мистера дюмэта мы а грузимся народ да я не надо прости ага ладно это просто лампа которая тебя украшает мы можем не брать хочешь все будет отлично но правда авантюра веселье ну чего погнали вы заметили что чувак в перчатках за рулем да будет супер лимузин ни хера себе на широкую ногу ребята живут в общем идет завязка у нас кстати куда мы едем не любишь сюрпризы знаете что напоминает не начинай тапику именно я без гроша в кармане телефон сдох и мы застряли в сраной тапике я ни при чем да только ты при чем правда потому что головой думать надо так ладно чарли что мы знаем об этом парне богатый затворник одержим гэга холмсом явно в здравом уме мы едем в дом который он унаследовал от родственника вот тот был одержим холмсом часть комнат полностью копирует замок убийств у дюмета есть чертежи документы артефакты я же сказал это спасет шоу и я не преувеличиваю и это точно не вранье просто поверь мне простите за секретность но прежде чем мы продолжим я попрошу вас оставить здесь свои телефоны это может показаться странным ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео все же я против любой техники в смысле вы с ним так и договаривались это мои условия все видеоматериалы сначала должны быть одобрены мной я требую конфиденциальности я настаиваю что ж он тут хозяин для нас это большая удача он мог просить денег но не стал так что мобильники это фигня ладно ради шоу обещаю вы не пожалеете прям как в топике она слишком часто вспоминает эту топику прям тычет понимаешь топика топика супер везде камеры эти шоу приехали снимать а тут их уже снимают понимаешь это как шоу в шоу нормально да если этот чувак такой богатый где прислуга он нам поможет а ясно не проблема спасибо друг не напрягайся козел ладненько что теперь хорошо бы начать снимать озеро и общий план только не в таком тумане вон сверху вид будет лучше там правда повыше но вид отличные сможем поверх тумана снять чарли ты же сам еще на полпути выдохнешься да я в отличной форме марк это полный бред да ладно идем чарли осторожно там ну удачи идем наконец-то сделайте несколько кадров с вершины маяка я уже забыл как играть здесь так давай осмотримся хотя бы примерно ну снимать можно было и здесь да а туман но все равно красиво же как какой-нибудь сайлент хилл тут что-нибудь есть тоже привычка знаешь конечно сундуков из бога войны мы тут вряд ли найдем бегать ты умеешь додик не жалко так девчонки вы пока здесь а мы пойдем проведаем что тут вообще пока просто завязка да то есть какой-то маньяк мы видели все тизер мы смотрели трейлеры подойдите к стене нажмите а чтобы подняться сейчас поднимемся должно быть интересно я так понял изначально что это типа на пилу будет похоже то есть маньячок конструктор архитектор задачки какие-нибудь такие вот но то что мы видели в самом начале где погибла вот эта парочка молодоженов это не похоже было на конструктора чувак убивал потому что он блять просто больной на голову у него есть вот это вот душевная такая травма он же сам признался о бегать можно ёпт хорошо так что то тут как то не все дружелюбно на вид как кошмар как громко его издалека должно быть слышно план не сработал ничего найдем обход за мной жизнь за хороший кадр не вижу ничего опасного а знак что можно упасть это 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 видно что здесь было обрушение то есть как бы сопротивляться информации я бы не стал но это правда не просто на заборе написали и оно таки есть это а табличка была понимаешь на заборе это немножко другое я хотел сказать спасибо за поддержку какую что за эти съемки да за все сразу а то кое с кем бывает трудно иногда джейми и кит ни за что бы не согласились без тебя поехать я подумал последний эпизод был говно так что надо работать ясно ну да так налево направо что здесь такое стремное место сюда заходишь какой-то шум начинается как будто мы какое-то старое кино смотрим не знаю заметно на ютубе это или нет но там есть такой эффект зерна по-музернистости что ли стремная херня что здесь у нас ну читай в память о жертвах страшного шторма 1 мая 1907 года в этот день погибло 187 членов экипажа пассажиров парохода Кассиопея разбившегося скалы внизу ну я же говорю место реально какое-то напряженное ты кровь а это просто земля такая думал это кровь чёт как они свои чемоданы сюда будут поднимать просто интересно прыгай прикинь не допрыгнул упал все минус персонаж и да все добрый вечер блять до свидания начинай сначала что-то как-то оно подозрительно я не параноик но все равно как-то стремно здрасте так запальничка у нас есть да давай пожалуйста спасибо тут надо осторожно блять тут ущелье кстати когда закончим я съезжу на пару недель к родным а как же монтаж мне нужно твое внимание к деталям у меня сейчас и так куча проблем чарли а да ладно поезжай возьми пару недель разгрузи голову чарли давай сделай как я возьми отпуск тебе есть кого навестить так никакой миссис лонит не завалялась случайно нигде женат на работе женат на работе и как идут дела в браке если сравнить с реальным браком весьма неплохо слушай там сверху нельзя пройти да только тут так балансируй тихо 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 дядя я пока нормально пока прошли пока спокойно а девчонки там где-то остались хорошо пока все спокойно пока ничего такого криминального не происходит идет идет тип общения но персонажи в этих диалогах что-то как-то не особо раскрываются нет пока фаворита хоть мы играем да первая серия есть же обычно те за кого ты больше всех переживаешь больше всех хочешь спасти это нормально блядь ёб твою мать сука манекен бля ебаный ой я же закашлялся я болею меня нельзя пугать так ой божечки ладно у манекена ничего интересного не было подожди стой может там монета где-то припрятана случайно так невзначайно не нема не просто типа знаешь лохов пугать почти добрались а их отсюда не видно кстати в принципе наверное мы бы их увидели а они там дальше за холмом чуть-чуть стоят какой вид открывается да прикольно так что тут у нас интересного хоть что-нибудь да просто смотрю на свет в тумане и как это впишется в шоу да я так пошли типичный фотограф это просто так не выключить есть много пересечений между творчеством и работой за деньги ты уверен скейтвы как-то не очень удачно пересекли мы решили сейчас не трогать эту тему главное чтобы работать не мешал нет понятно что без болтореза мы тут не пройдем это как бы ясно это как бы ясно понятно здесь можно типа протиснуться смотри почтовый ящик что-то валяется что это такое закрылся рыбозавод great lakes post рыбозавод закрылся а какой год газеты там конечно же не видно было да просто так ради интереса смотри тут чел протиснется в принципе да но вот так же есть что-то и здесь то есть посмотреть интересно же если никакой растяжки там нет или еще чего-то думаешь открыто а конечно вы хоть постучали бы посмотрели заперто там или нет в окошко то тут же можно залезть хорошо бля если там нет какой-то ловушки с сраной нормально так запальничка включай отлично давно его не обслуживали а сигнал почему работает но туман то никуда не делся теперь тут автоматика ну последний раз это все делали в 2000 последний раз обслужили хорошо что тот чел типа там остался понимаешь вдруг с нами что-то случится ящики тоже не открываются ну понять просто что в игре с чем взаимодействует я могу открыть дверь а нет не могу пожалуйста прочитай давай ну переворачивай что не перевернул алё гараж что прочитать давай мы прочитаем а вот перевер сейчас сейчас переворачивает так держитесь ребята это должна быть последняя неделя проверка сирены прошлой ночью прошла успешно автоматика работает сегодня мы проведем последнее испытание а затем сможем собираться несколько человек сообщили что тот бездомный снова ошивается поблизости мы собираемся усилить охрану комплекса и провести последние проверки сегодня и на всякий случай даже завтра в остальном все работали отлично так что продолжайте в том же духе и к концу недели мы отправимся домой понял понятно ну так не работает ну в принципе кроме пары бумажек по большому счету здесь ничего интересного и не было ладно валим оп хорошо ну все то есть понятно было что надо в тот лаз идти и сирены проблемы то есть когда я так понял как раз кораблекрушение могло быть из-за того что сирена типа не сработала может маяк не сработал хер его знает что тут есть так нам сюда а а был бы потолще хер бы ты там пролез чувак так тут все в порядке на первый взгляд кажется все хорошо но ползать в таких узких я бы не стал вещах ну если у человека клаустрофобия или еще что то боязнь что эти камни обрушатся на тебя ну это в принципе нормально не забываем про табличку табличка была предупреждала вставай давай хуй лежишь странно что они не общаются вот от рейс с кратцем как-то чаще общаются понимаешь там больше персонажей как-то раскрывается вы же находитесь в новом месте трещите безумно а я послушаю ну здравствуйте шо у вас тут интересного привет нет даже боюсь спрашивать что там ну просто сумочка она не открывается ну можно поддеть чарли может открыть ящик с зажимом для галстука чарли а ты красавчик давай что это? печатка? что это? какая-то монета а монетка точно смотри монета это тебе шеврот клали чувак же нам этот хранитель истории рассказывал эй извини если кажется что я придираюсь без тебя этого шоу бы не было это не так я может за рулем в смысле? за рулем лонит интертеймент но за двигатель отвечаешь ты это не так устроено господи вот и хвали вас после этого спасибо чарли я понял я сразу понял что эту штуку надо сюда потому что ну дверь там сто пудов закрыта так чувак давай более красиво вот так поставим красавчик ну молодец дай расцелуй так залезай и залезай сюда подумаешь вошли через окно как тебя не посадили че там за шум? какого хера? боже что это? так мы типа спрятались может это какой то зверь? что там блять? я не вижу какая встреча? а кто там? эй кто там? а где его это запальничка? где зажигалка? где свет? блять? а вот сейчас появилась ну судя по звуку это что-то ненормальное явно оно в окно зигануло и улетело отсюда так сюда идем? тут закрыто не думаю что здесь какая-то паранормальщина прямо сейчас будет так строение человеческого тела грудная клетка и полость понял не понял хе-хе-хе-хе-хе что это было блять? взорванные? кем? куда? то есть типа лодку юзать нельзя будет, да? в этой игре если она нам попадется понятно хорошо бы тут просто не сменить и шторы повесить и залить все санитайзером да, что-то тут как-то жестко все прям так, эти не открываются двери тут далеко не все можно открыть о, чувак пролез так, там все нормально полезли нам наверх, бро это как бы типа жилой дом но сверху есть такая вышка где можно удобно поснимать странно, да? пацаны, че пахтим? что-то мне это все не нравится просто у кого-то такое хобби не дрейшь ну и хобби да, это немножко странно смотри, повешенные животные распятые хорьки, зайчишки, белочки, орлы ебать тарахтить если оно не выпотрошенное, то тут запах но я сейчас запах не чувствую даже не знаю, к лучшему это или к худшему вот такое вот оно есть таксидермия может таксидермист типа, не? но из вороны ты вряд ли что-то сделаешь хотя хрен его знает воу! да, там механизм двигалась ну внутри там, видишь, в голове какая-то металлическая хрень типа механизма чуваки, я бы на вашем месте взял бы вот отвертку хоть какое-никакое средство самозащиты здесь надо иметь иди знай, какой ебанько тут жил так, все, тупик э, перевод, алло забыли перевод все будет хорошо, все будет отлично посмотри посмотри идеально точно снимай сделай панораму озеро пока остров не окажется в кадре потом укропнение на маяк о это за нами идем пора назад и всю дорогу назад мы тоже так же идем, представляешь это он? не знаю я его раньше не видел а откуду он вообще узнал про наше шоу? ээээ я как-то не спросил стрёмно так, ведем себя хорошо Здравствуйте. Мистер Лонид? Он самый. Я Грант Эм Дюмет. Поднимайтесь на борт и отправляемся. Это Марк. Марк. Эрин, Джейми. Дамы. А это у нас Кейт. Рада знакомству, мистер Дюмет. Не терпится увидеть все, что вы для нас приготовили. Мы вам очень благодарны. Приятно познакомиться. Ну что же, отправляемся? Еще раз большое спасибо за предоставленную возможность. Не стоит. Вы, кажется, говорили, что ваш двоюродный дед... Давайте сперва доберемся. Я все расскажу на месте. Да, конечно. Мы поняли, что главное не использовать лодку. Лодка может взорваться нахер. А кто за нами подглядывает? Слишком подозрительный типок. Он слишком быстрых подгонял. Понимаешь? Давай быстрее, быстрее. Залетайте. Потом скажу... Такие люди всегда стремают. Давайте пойдем к отелю. Держитесь рядом. Не расходитесь. Очень прошу. Здесь что, опасно? Нет. Ну что вы? Так, раздражение, юмор. Вдох и выдох, Чарльз. Постарайся не выкошлить свои легкие. Справлюсь. Просто представь, что наверху тебя ждут сигареты. Ты прав. Он явно всерьез подошел к защите. Кого он так боится впустить? Лучше спроси, кого он не хочет выпускать. Джейми. Это я так. У Жастиков насмотрелась. Он просто любит быть один. Мы давно это знали. Давно? Это типа часа два. Просто иди. Марк, возьми камеру. Хочу тут записать вступление. Несколько кадров на подходе к дому. Весь путь не надо. Кейт пусть говорит на камеру. Дальше я буду показывать. Меня не снимать. Я не должен попасть в кадр. Вам понятно? Я очень закрытый человек. Конечно, мистер Дюме. Тактичность кредо лонит интертеймент. Вступление делаем стандартное, Чарли? Ну да. Свет норм. Все готово. Эрин? Звук в норме. Ладно, тогда поехали. А лицо Кейт готово? Слышь, я всегда шикарно. О, ты что, пытаешься мне понравиться? Камера пошла. Звук. И мотор. Я нахожусь на частном острове, где якобы хранятся предметы из кровавой эпохи Генри Холмса. Сейчас я иду к дому. Супер, Кейт. Теперь повернись к дому. И медленно иди. Так, все, хватит. И снято. Нам правда, пора идти. Как скажете, мистер Дюме. Сюда. А ты пока еще поснимай. Конечно. Странно это все. Чувак в плаще. Как в фильме оно. Мистер Дюмэтт нас сильно ограничивает. Это точно. Осмотри тут пока все. Но тихонько. Он имеет право на секреты. Он странный. Я хочу узнать, что он скрывает. Чего ты от меня хочешь? Того, что ты сделала с копами в Глендейле. Серьезно? Ах, ты ж черт! Что с тобой? Споткнулась и свое эго? Нужно отвезти ее в отель. Не могу пошевелить. Джейми, побудь с ней. А че я? Ты можешь помочь. Помнишь, как в тот раз? В Глендейле. А, точно. Окей. Мы сейчас принесем вам лед и бинты. В отеле же они есть? Да, есть. Тогда идем. Что происходит? Идем. Я потом объясню. Вспомнила актерские курсы? Да, да. Зачем это все? Территорию разведать. Ну а мы тут при чем? Я милая. А ты сумеешь хакнуть замки. Идем. Пошли. Я только за. Ни хрена у него приблудка. Так, девчонки. Ну что ж. Давайте поиграем за вас. Посмотрим. Пока они такие самые интересные. Такие необычные, загадочные. Дети типа пацанки. Ну, хотя они уже давно не подростки. Но тем не менее. Это может быть интересно. Все, что идет не по плану. Может быть очень даже. Эй, у меня есть вопрос. Можешь серьезно ответить? Ну там, не подкалывать меня и не выставлять полной идиоткой. От себя зависит. Ладно. Так, туфелька Чета. Скажи правду. Шоу еще можно спасти? Как знать. На один секрет. Может, утрай для журналистов, и мы найдем потрясный материал. По-твоему, есть шанс? Нет. В лучшем случае снимем проходняк. Но нас это не спасет. Так, а что за секрет? Просто мы нашли туфлю чью-то женскую. Я думал, там что-то на подошве было, но вроде бы не было. То есть она ничего не сказала по этому поводу. Кип аут. Частная территория. Уходить нельзя. Но, конечно же, нас это никогда не останавливало. Не, так просто. Тут что-то как-то половина озвучена, половина нет. Странно очень. Девочки, вы же не в постели. Че стонать-то? Все в порядке. Я понимаю, там мужики уже деды. Осторожно. Ну, вы же молодухи. Че, пися в пушку. Все в порядке. Надо бегать, смотреть, изучать, что тут происходит. Так, что здесь? Давай глянем. Ничего нету? То есть такой же фишки, как там, не пройдет, да? А ну, отойди, пожалуйста. Не мешайся. Какая-то заброшенная хрень, что ли. Тут типа теплотрасса или что-то было. Или, может, это кочегарка. Судя по всему, так и есть. Я вижу, там дерево наверху. Мы там сможем забраться. Ничего вроде нет. Но мы туда пройдем без проблем, девчонки. Че вы? Все нормально. Все в порядке. Прыгай давай. Угу. Как ты думаешь, какие шансы, что мы пройдем и не упадем? Тихо, 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 тихо. Та, куда? Ай, я же влево, вправо. Блядь. Личико не поцарапало? Этот товар надо беречь. Сучка. Ай, вот это уже весело. Я готов еще раз упасть ради такого диалога, понимаешь? Сучка. Так, я понял, давай еще раз. Так уже серьезно, да? Все, хватит. Закончились шутки. Лево идем, право балансируем. Другую влево, влево. Аккуратно. 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 Все, отлично. Найс. Просто замечательно. Теперь ты, шоколадка, давай за мной. А если ее напугать? Не? Не, она не среагирует, я боюсь. Так, это дело не работает. Ну, что здесь интересно? Вагонетка, смотри, фуникулер. Интересно, куда он ездит? Ну, наверх туда. Просто вверх и вниз по холму. Да. Но что на той стороне? А там мужики, которые ушли, они как бы не спохватились еще? Типа, уже можно было в сто раз вернуться в отель, взять лед. А этот чел очень подозрительный, который нас сюда позвал. Мне кажется, это вообще не он. Он не вызывает какого-то страха. У него, наоборот, какая-то боязнь. Он не боится чего-то. Странно, что подгрузки, да, вот эти вот появляются. Почему? Моя жена умерла. Ой, черт. Простите, не хотела вас огорчить. Идем. Почти пришли. Не заметил. Пошли. Хорошо. Это идиотизм. Ничего тут нет. Сейчас найдем. Сейчас что-то будет. Я тебе уверяю, тот, кто ищет, тот всегда что-то находит. Либо проблемы на свою жопу, либо что-то интересное. Ты посмотри, какая территория. Это же охренеть. Тут гулять не перегулять. Так, предлагаю начать отсюда прям. Ага, там типа можно было пролезть. Какие-то дырки в песке странные. Ладно. Ну, а девчонки решили, что пачкаться, да? Сюда зайдем. Тут закрыто. Ну, бить тоже нельзя, да, как бы. Потому что лишний шум, лишние проблемы. Оно сгорело. Судя по виду, оно горело когда-то. То есть тут мы не пройдем... Если вот здесь, где... Она не проходит, не перепрыгивает. В окошко она тоже не влезает. Ладно. А, ты имеешь в виду здесь, что ли? Ну, вариант, в принципе, неплохой, да. Давай сюда. Если оно сгорело, то есть должна была быть какая-то причина возгорания. Либо кого-то держали. Вроде бы жилье искала. О, еще одна схема. Я не сомневаюсь, что мне это... Видение открыто. Нихуя не ясно. Что там, кто там был, непонятно, блядь. Но видение мы открыли, это хорошо. Что тут? Какая-то бумажка. Так, читаем. Круиз по Средиземному морю, 21. Или была. Фото из отпуска. А прикинь, если он, типа, выживший какой-то сюда попал, как-то хер его знает. Ну, бери, что там? Что там было? Наблюдение за птицами. Руководство орнитолога-любителя по птицам Британских островов. И что? Типа, она просто подошла и посмотрела. Я думал, она в руки возьмет. Так что, сорян, чуваки. Ну, погнали. По крайней мере, хоть немножко проливается свет на этого чела. А не ли его жена сидела? Вот только что видение было. Это не его жена случайно? Там вроде тоже темнокожая была женщина. Хрен его знает. Может быть, нам сюда? Может. Девочки, за вами кто-то наблюдает. Кому-то вы не безразличны на этом острове. Если бы я любила ходить пешком, то не переехала бы в город. В мои обязанности это не входит. Да ладно тебе. Тут же свежий воздух. Приятно раструситься. Что-то есть? Просто знаю, вот эти закоулочки, знаешь, в этих играх. Всегда что-то может... Вот что-то есть, видишь? Не зря зашли. Ну? Что там? Что не попадай? Попадай. Вот. Да ладно! Ты в траве так нашла эту штуку? Обаму эту? Или как она там называется? Это уже вторая. В прошлой игре мы карты Таро, я помню, должны были искать. И старушка могла нам что-то рассказать полезное. Так, можно пройти там, а можно пройти здесь. Хотя бы посмотреть. Напоминает говняный летний лагерь. Я и в таком не был. Так что я не знаю, говняный он или нет. Но типа такое место, знаешь, как вот любят по заброшкам полазить. По-моему, самое то. Недурно. Так, электричка. Если сможем завести и подогнать вагон, то переберемся. Завести и подогнать вагон. Так, давай сначала посмотрим. Тут куда-то тут закрыто. Тут что? Тут подъем. Давай посмотрим, что там наверху. А, ты типа хочешь... Там что-то есть. А ну, пошли. Прыгай. Давай сберем. Еще одна монета? Не слишком часто. Еще монетка. Что-то, мне кажется, довольно часто попадаются монеты. Уже третья. Семь? А как получилось семь, если я одну... Ха, куда семь? В смысле? Это же третья по счету. Какая 47-я? Что, вы прикалываетесь? Так, тут можно спрыгнуть. Щиток сначала надо запитать, правильно? А, нет, стой. Оно ебанет тебя. Подожди. Сначала там же предохранители надо включить. Если они неправильно стоят, оно может просто бахнуть и... Призданет, мама родная не узнает. Так, какие-то инструменты. Пошли посмотрим. Ну, сколько в играх у нас уже была эта фигня, помнишь? Да хера. Ты видела, Польк? Да ему хана. Плюс электричества нет. А, подайте. Так и надо подать, да? Вот фьюзбокс, там... Типа инструкция есть какая-то. Ну, давай подадим. Сейчас. Хуяк, блядь. И минус персонаж. Нет? Может, сможем его починить. Ну, вообще было бы прикольно. Так, давай разбираться. Джейми, можешь починить? Что это было за замедление времени? Так надо было? Нажмите, чтобы взять мультиметр. Джейми может использовать для ремонта электрических щитков. Так. Значит, начинаем с первого, да? Потом направо. Вниз, налево. Еще раз вниз. Направо. И тот типа последний, да? Значит, вот этот. И вот этот. Ну, в общем, как-то так. Это я молодец. Нахер твой мультиметр этот нужен был. Так, переключились. Поехали. Да ничего, что мы на этой штуке поедем, да? А, вы просто перескочили. Я почему-то думал, вы наверх хотите поехать. А вы просто перелезли. Понятно. А там что? Слышишь? Где он, блядь, спускается? Он нас увидеть, нет? Непонятно. Ну, вроде не заметил. Вроде нормально. Какой-то странный, подозрительный чел. Так, коробки. Сейчас пойдем посмотрим. Монеток нет? Как у меня получилось семь монет? Я не знаю, может, какой-то глюк сработал. Интересно, что это? Хотя я игру покупал по предзаказу. Внимание опасно. Ну, что-то запретное. Биохазард. Какая-то херота. Так, туда точно нельзя. Закрыто. То есть он прошел и все. И до свидания. Чего? Пять? Что это такое? Грибы? А, это этот. Каблучок. Каблук. От туфли, которые мы нашли. О, да мне уже полегчало. Надо было немного посидеть. Я уже в норме. Мы нашли короткий путь. Мне нужно, чтобы вы делали, что я говорю. Конечно, мистер Дюмет. Теперь все здесь. Можно идти. Друзья, прошу вас, не отходите больше от мистера Дюмета. Пожалуйста. Кейт. Ну, как тебе? Жуткий летний лагерь. Ладно. Мы все равно скоро узнаем, что он задумал. Не волнуйся. Ты идешь? Ага. Боишься высоты? Ну так. Да. Я тоже боюсь. О, нет. Мы все умрем. Просто иди. Господи, расслабься, Марк. Далеко лететь. Ты как? Так. Радость. Сопереживание. Ты сможешь. Смотри вперед. Не вниз. Я знаю. Все окей. Правда? Ну, на самом деле, мост стремный. Это просто вода. Выплывешь. И вообще, мост выглядит надежно. Типа. Давай. Помогу. Ну вот. Все. Ты смог? Не смотреть. Не смотри вниз. Да. Вот. Молодец. Спасибо. Ты всегда меня выручаешь, когда нужно. Пошли, догоним Дюмета. Куда все делись? Простите, дорога тяжелая. Народ, шустрее, мы теряем время. Что-то долго пока затягивают сюжетом. Так не быстро все вот это вот развязывается. Туда, сюда. В прошлых частях как-то речь все происходило. И так самочувствие не очень. Тут сижу уже почти уснул. Местами, конечно. Это место выглядит потрясающе. Да. Может, выходные не зря пройдут. Для кого как? Да. Мы поняли, что это частная территория. Привет. А ты кто? Ты чего это? Дочка же. Я... Я видела девочку. Вон там. Единственная фанатка? И та уже пропала. Какая же ты стервозина. В этом доме все очень старое. Пожалуйста, осторожней. Что-то он какой-то перепуганный реально. Это потрясающе. Ого! Смотрите. Просто... Невероятно. Да. Правда впечатляет. Могу я попросить вас всех расписаться? А... Это не все вещи? Не волнуйтесь. Весь багаж скоро принесут ваши номера. Они косметику Кейт тащат. Эллина, сигарета? В синем рюкзаке. Располагайтесь. Мы пообщаемся за ужином. Восемь. Мистер Дюмет, очень здорово. Я даже не знаю, как мне вас благодарить. Это просто невероятно. Я же говорил, что это хороший план. Я был прав. 0-1-7-8. Так, я, пожалуй, забью. 0-1-7-8. Пусть будет. Пускай будет. А-а-а. Явился. Дела. 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 Где ты шляешься целый день, пока я тут сижу и беспокоюсь Пропадаешь куда-то, и мне ни слова не говоришь Интересно Так, есть какой-то новый персонаж Эту песню я... Прости Напугала? О, Господи! Я в трусы напустила? Как ты меня не услышала? Просто... Мне кажется, мы тут не одни Кейт видела, как из окна на нас смотрит девочка Вот кто это был! Девочка! У Дюмета могут быть помощники, семья или друзья Мало ли, и все же... Это место меня пугает Да, тут... необычно Ты что, пела? Ой, да, я ее пою, когда страшно Эту песню я всегда пою Паники, страху, волю не даю Но это не помогает Да уж Сто восемьдесят один Мой похож за углом Сто восемьдесят три? Это мой Ясно Давай Удачи там Не потеряйся Кричи, если что-то будет нужно Спасибо Я рядом Нечего бояться Хотя... слушай... Да? Давай я быстро разложусь И вместе найдем твой номер Мне в этом доме Совсем не хочется одной оставаться Да Давай А то я бы заблудилась Это коридор, ты чего? Так, ну вот Что ж Тут... Мило Так, флирт или разочарование Как в капсульных отелях Разочаруемся Самую малость получше Этих японских капсульных отель Да ладно Могло быть хуже Типа номер автопики О, не начинай Я стараюсь стереть тот день из памяти Из-за тараканов? Из-за твоего храпа А где туалет? Стоп, что? По старинке Фу, что за хрень? Если мне приспичит ночью Я рискую Чарли на горшке застукать Подозреваю, мини-бара тут тоже нет Тут ты ошибаешься Что это? Вино Не видишь? Мне кажется, если мы выпьем Чарли будет ругаться И мне будет стыдно Опять Да Он это любит Но Мы не на работе Еще не снимаем Напьемся, не начнем Я ж не предлагаю Напиваться перед работой в слюне Зачем ты это делаешь? Просто пить хочу Кстати А ты мило злишься Мила? Я? Я милая? М? О Так Так Хочешь мою фамильярность веселья? Возьми мою, если микробов не боишься Спасибо, я лучше поищу А под кроватью сидит огромный монстр Нет, не будет такого Она вон там, около стены, видишь? Кто-нибудь за руку ее цапнет, как думаешь? Фу, там грязно, пыльно Ты чего? Блять Это типа месть? Нет Нарочно пугаешь? Получилось Она астматик, что ли? А, с помощью ингалятора может какой-то приступ астмы, точно Так, все нормально Давно у тебя астма Все точно хорошо? А то, ну, я же тебя еще напугала, мало ли Нет Но правда, ты здесь ни при чем Я просто пытаюсь сделать вид, что здорово, понимаешь? Как будто могу обойтись без ингалятора Победа духа над телом, все такое Но пыль, аллергия и прочее Мне просто надо быть осторожней Точно? Да Точно В общем Да Уютно Будешь это пить? Лучше не надо Хер знает, что это Все, ты отравилась А неплохо А ты не врешь? Пикантный Вкус Хороший год Точно Чувствую Немного коры дуба Нотку цитруса И отдельно отмечу мощный привкус старых вонючих носков О, Господи Вот ты засранка Ты мне все наврала Вино Вино говно Хе-хе-хе-хе-хе О, прости А вино дрянь Про него я соврала Правда? Ага Извини За то, что я сказала Не хотела смущать Приблизиться отодвинуться Приблизиться отодвинуться Мне не надо Мне не надо О, боже мой Прости Нет, нет Все нормально Я думала Ох, так глупо Ну Я, конечно, малость флиртовала Но ты прям... Поверь, не могу, что я сейчас... Кто там? Так, дрочишь тут... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Давай спокажем его Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Спасибо, не помогло Так, минут десять И давайте потом вместе обсудим первую сцену У нас целый вечер Может, после ужина? Хочу отдохнуть После такой дороги хоть немного После ужина будем снимать У вас десять минут Ладно Тогда скоро спустимся А, Эрин, я осмотрел в синей сумке Сигарет нет Я их туда положила Так, найди Может, кто-то из нас дальтоник И не знает, какая сумка синяя Так, Надежда Что, закончили? С тем нашим разговором? Круто Класс Удачно найти комнаты А если бы не поцеловались Интересно, что-то поменялось бы, да? Но курс был изменен точно Давай, скорее Бегом Что происходит, мать твою? Он их привез Куда это они? Забрал дочь И упиздавал отсюда Этот чел не тот За кого себя выдавал Ну, скорее всего Ему сказали Привези их Мы тогда Я тебя, типа, отпущу Подозрительное зеркало Как будто за тобой следят Это крёбаная паранойя, детка Водитель в этих перчатках был, кстати Что самое интересное Даже спрашивать не буду, что происходит А, реставрация кукол Из углеволокна Чарли Спальня Чарли 26 октября 1927 Я ищу А, Кейт просила передать Сломай стены Как найти выход из лабиринта тревоги? Вы что, издеваетесь? Вдруг это поможет тебе справиться со стрессом? Мне это не нужно Какой ещё стресс? Ну? Похоже, что у меня стресс? Э, ну... Не отвечай А визитки хорошо вышли Ага Теснение Гораздо солиднее смотрится Любите вы, старики, визитки? В смысле Профи Старая школа Я заказал поплотнее бумагу И логотип из фольги Чёрт Надо было одну дать мистеру Дю Мэтту Нашлись? Э, нет Клянусь, я точно сюда положила Не понимаю Господи Поищи в другой А ты не искал? Поищи Тут только одежда И ещё... Э, вот Освободить помещение Студию? Да я оплатил аренду не с того счёта Чек вернули Ерунда Попозже ещё раз оплачу Всё путём Значит, можно не беспокоиться? Беспокойся, блин, лучше о моих сигаретах Их нет, Чарли Нет? В смысле? Их что, кто-то спёр? Я... я не знаю Хотя Кейт вполне могла бы Или Джимми Мне жаль Ладно, есть другие дела Этот отель огромный Неужели во всём отеле не завалялось ни одной сигареты? Так, хочется курить? В вестибюле был бар В баре должны быть сигареты, так? Ну, технически в барах курить нельзя Так что... Пошли, проверим Если найдёшь первый Я всё прощу Ну что ж Сделаем тут перерывчик И продолжим искать сигареты уже в следующей серии Тёмных картинок Надеюсь, вам понравилось Будем смотреть за развитием сюжета дальше Подписывайтесь на канал Ставьте пальцы вверх Всего хорошего Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok